Всем привет, ребятки, с вами Flash. Продолжаем играть в Conan Exiles. Не успел я еще полностью отойти от вызова прошлого бога, бога Митры, но уже нужно вызывать следующего, чтобы на контрасте понять, в чем же между ними разница, пока мы ничего не забыли. Сейчас процесс пойдет быстрее, потому что уже на прошлом опыте я понимаю, что делать и как делать. Ну, начинаем. Для того, чтобы вызвать бога Сета, бога Змей, вы должны быть приверженцем этой религии, либо ее изучить как дополнительную после изучения вашей основной, если у вас она не выбрана в качестве основной. Ставим самый первый начальный алтарь. Выглядит он вот таким вот образом, то есть простенький. Змея такая пока что одна. Немножко, да, спойлер. Одна извивается. Ну, давайте заглянем внутрь, посмотрим, что же нас там ждет. Это у нас ритуальный нож жрецов, который крафтится легко. Сейчас мы его сделаем. Какой-то у нас непонятный антидот написано. Ну, и, собственно, улучшение до второго уровня. Давайте скрафтим кинжальчик, посмотрим, что он из себя представляет. Рецепт у него самый простой. Ну, это аналог анхомитры, да, то есть тот предмет, через который мы будем добывать наше жертвоприношение. Появляется такая же иконка. И давайте посмотрим описание. Можно почитать его, в принципе. Но больше всего мне понравилось, как он выглядит. Вот так вот он выглядит от первого лица. Можно бить правой кнопкой короткими нажатиями. А если зажмем, то он его так вот возносит и наносит удар немножко сверху. От третьего лица он выглядит вот таким образом. Он реально очень красивый. Мне он понравился. Такой необычный. Две извивающихся змеи в форме такого клинка. Реально классно. Вот этот удар сверху. Ну, класс. И эта религия уже немножко более кровожадная, потому что в Митро у нас требовался след души. Да, нужно было убить человека, но мы как бы немножко потом освещаем этот труп и забираем себе часть души. Тут же нам нужно человеческое сердце. Да, не совсем приятно, но как раз нам этот кинжал, ритуальный нож жрецов, и необходим для извлечения человеческих сердец из наших жертв. Неважно, будет это NPC, либо любой реальный игрок. Сейчас я вам покажу, как это делается. Специально поселился возле небольшого лагеря, и мы сейчас произведем это ритуальное жертвоприношение. Там какая-то борьба у них идет. Так, наверное, одного сагрить, чтобы меня тут не сильно покоцали. Так, ребят, в том племени никого не нашел. Вот нашел племец другое. На меня сагался человек, как-то. Так. И зажимаем наш кинжальчик. Дай, конечно, располагал, располовинило неплохо так. И вот добылось у нас, видите, снизу человеческое сердце. Ну, можно его до конца не добывать. Вот оно, то самое человеческое сердце, аналог следа души у бога Митра. И теперь, когда мы подносим жертву на алтарь, это сердце, мы уже можем сделать это зелье, как раз особенность веры Сета. У Митра это была амброзия, которая у нас восстанавливает, ХП аналог, алоэ экстракта. А это антидот. Антидот, опять же, описание, кому интересно, можете на паузе почитать, потому что по-английски. Но я уже распробовал, что это такое, сейчас покажу. Антидот это такая вещь, когда вас поражает как-либо ядом, например. Вот видите, слева калечащий яд, который стакивается от, собственно, пауков. Если ждать просто так, то очень долго он будет спадать. Там есть песочные часы, но если мы нажимаем быстренько антидот, то он быстро спадает. Если честно, вариант бога Митра мне больше нравится, потому что он более универсальный, как по мне. То есть он восстанавливает ХП, это амброзия. А яд такой, да, то есть если нет у существа яда, то он, в принципе, бесполезен. Так, дальше мы производим улучшения до второго уровня, потому что на этом уровне мы сделали все абсолютно, посмотрели все, что на нем присутствует. И сейчас посмотрим, во что же у нас превратится. Итак, смотрим. Оп. И теперь он уже стал более такой приличненький, плюс появилась дополнительная змея маленькая и сам столб. Сам столб, видите, тоже в виде уже такой большой змеи, уже проклевывается, так сказать. То есть уже становится поинтереснее. Заглянем внутрь и у нас тут уже есть одежда. Опять же, аналог Митры, только своя. Сейчас мы, конечно же, ее примерим, потому что она выглядит достаточно забавно. Так, есть, одежда готова. Давайте одевать нашу красавицу. Все время переживаю, что нагота отключена, так с опаской себя переодеваю ее. Так, это у нас вместо лифчика, да, если так можно выразиться, бюстгальтера, повязочка и маска. И, конечно же, посмотрим, как она выглядит теперь от третьего лица. Так, давайте я на свет разверну. Ну, масочка ритуальная, плюс змея. И сама по себе в тапочках такая. Как всегда, давайте пройдемся легкой небрежной походкой, посмотрим, как это все выглядит. Ну, вроде достойно, плюс вкупе с кинжалом, да, выглядит действительно как жрица. Но дело в том, что когда одеваешь маску, у нее пропадают волосы, потому что у моей героини волосы очень длинные. Если сейчас мы маску снимем, то волосы чудесным образом появятся, и она выглядит вот таким вот образом с волосами. Ну, неплохо, неплохо. Все, на втором тире больше у нас никаких улучшений нет. Опять же, в Митро, да, сразу вспоминаем, у нас на втором тире открывается дополнительно еще колодец. Ну, такая как бы статуя, у которой есть колодец. А тут просто одежда. А там одежда плюс колодец. То есть, уже немножко проигрывает. Так, ну и дальше делаем третье улучшение. И посмотрим, а что же у нас превратится в максимальной прокачки. Итак, смотрим. Наша змейка. Превращается уже в очень красивый. Вот он мне реально нравится. Такие прям три змеи. Разные стороны. Золотые, похоже, да? О, тут бы было прикольно, если бы была плода. И тоже можно было пополнять свой запас. Ну, в общем, вот это максимальная прокачка этого алтаря. Действительно, очень качественно выглядит. Давайте заглянем внутрь. Что же он нам открывает? Открывает нам, опять же, ритуально, ну, свое классическое оружие, как у Митры. И еще дополнительно щит. У Митр вроде щита не было. Только был клинок. И давайте посмотрим, что же это за такое оружие. Хопиш с клеймом змея. В принципе, достаточно посредственные характеристики. 43 урона. То есть, обычный меч даже поинтереснее будет. Прочность небольшая. И тоже описание. Можете почитать, но я вкратце расскажу, что ничего особенного он, опять же, не представляет. Только с клеймом. Сейчас покажу. И щит тоже 38. Хас дамаж. Прочность такая себе. То же самое описание. То есть, чисто такое стильное оружие, я бы так сказал. Выглядит от первого лица вот таким вот образом. Сейчас посмотрим на это самое клеймо. Так, свету развернемся. Да, вот оно только ярко светится. Но вот сверху никак не получается у меня приблизить. Почему-то всегда получается левый нижний угол. Надеюсь, вы смотрите. А не куда-то, либо еще. Вот, видно, да, что это значок света. Ну, такой чисто, да, действительно стильно светится. Ничего, в принципе, такого больше и нет. Так, ну и, собственно, щит. Щит выглядит вот таким вот образом. Защищается и бьет. То есть, будете такие стиляги ходить. И от первого лица щит выглядит не совсем, мне кажется, удобно. Потому что слишком большое количество обзора закрывает. Ну да ладно. Так, ну и под самый конец, чтобы время не терять, я уже за кадром переобучил верховного жреца, бога сета, которого мы запихиваем как раз-таки. Кстати, там кто-то говорил, типа, бери с собой много рабов, там, когда атакуешь, вокруг себя их расставляй, они тебе будут помогать. Дело в том, что каждый раб еще вес имеет. То есть, вы много и не загрузите, максимум, наверное, парочку. 50 килограмм. Я даже второго, допустим, сейчас, наверное, не загружу. Ну, это так. На заметочку у меня будет отдельное видео по всему рабовладению. Кто за что отвечает, кто за что. Про эти слоты. Ну, то есть, интересное видео вообще, которое полностью раскроет всю эту тему. Так, ну и архиприста этого мы запихиваем, уже знаем, сюда. Вот он появляется в таком же одеянии, в принципе, как и мы, более продвинутый. Нашел я его на горе вот в этом районе где-то, кажется, здесь. В общем, здесь он стоит, он прямо в таком же одеянии. И, то есть, его можно притащить дальше. Ну, а дальше что? Мы заглянем в инвентарь. У нас появляется уже TrueNameOffset, истинное имя сета, которое стоит 200 сердец и 200 подношений. В принципе, такая же цена, как и у Митро. Ну, и когда мы соберем необходимые условия, 200 сердец, 200 подношений, мы начинаем, опять же, процесс из... Ага, ну, опять же, стандартное предупреждение. А, он момент... Я все не привыкну, он моментально создается. То есть, все, вот. Этот значок. И многие правильно подметили, потому что, ну, с каждым разом все, учишься и учишься, как правильно делать. Что вот этот значок, ты уже можешь с собой вытаскать, кстати, какой у него вес, 5 килограмм. Не знаю, можно ли его передавать другому игроку, который вообще никак не вкачан, либо другой веры, чтобы он его использовал. Но, в любом случае, теперь вот это ваше и есть секретное оружие. И вы можете, ну, я вот такой домик построил специально, чтобы протестировать, насколько будет сильно наноситься урон. Подбежав теперь уже к врагу, да, сымитируем ситуацию. Сейчас буду тоже впервые вызывать. Не знаю, как это будет все выглядеть. И вызвать его. Здесь, прям, непосредственно на близости. Но, опять же, ваши игроки должны вас охранять, ваши соклановцы. Потому что луч света... Давайте начнем призывать. Да, вот он. Но он такой не луч света, а какой-то я даже не знаю, что это такое. И вас очень легко убить, и тогда бог пропадет. Так, начинается призыв. В принципе, длится он секунд, наверное, 10, да? Можно даже засечь. Сейчас мы посмотрим, что же из себя будет представлять бокс-сет. Что у него какие-то... Пошел процесс. Ух, змея! Офигеть, она припал... Все, я могу управлять, да? Да. Короче, нажимаю назад, он назад ползет. Нажимаю вперед. Вот, и жму. Он вперед ползет. Влево нажимаю, он влево. Вправо. Причем он все рушит, смотрите, он своим телом. Так, нажимаю левую кнопку мышки. Он кусает в определенную точку. Нажимая правую, ничего не происходит. Колесико, ничего не происходит. Пробел. Ничего. То есть, я просто ползу. Это имитация. И он будет, наверное, сейчас все давить. Да, он все здание полностью все разрушил. То есть, ему не важно абсолютно, что вы, кто вы. И давайте укусим какого-нибудь слона, допустим. Да, сразу сваншотил слона, абсолютно без разницы. Время, кстати, ребят, 60 секунд, стоковое время. Я выставил 120, чтобы побольше просто поуправлять, по механику поизучать. Не совсем удобный, кстати, в управлении, потому что я вот нажимаю вперед, вправо, он как-то непонятно ползет. Мне почему-то колоссом было управлять намного проще. Там и атака более понятная, он просто сотрясает все. Этот же просто дико ползет, но выглядит, ну, такая длина. Слона он убил, нет? Он рушит, много построит на самом деле. Жалко, нельзя приближать, нельзя никак изменять вид. Да, но слона он сразу хавает. Без вариантов. И не совсем просто попасть. То есть, этим колоссом ты понимаешь, куда он ступнет. А змеей, допустим, немножко, видите, она вроде рядом бьет, а толку мало. Колосс же, он сразу наступает. Я абсолютно бессмертный, могу ползать. Ну, в общем, вот такой вот змей-сет. Уже впечатлений, конечно, попроще по сравнению с тем, что было. То есть, в принципе, он просто ползет и своим телом рушит все здания. Плюс дополнительно можно наносить какие-то удары. Вот. И все. На пробел ничего больше не реагирует, нельзя ничего делать. Вот такой вот бог-сет. И следующий бог у нас остался, последний из доступных. Это бог-йог. Такой большой, я не знаю, сменог летящий. Что он делает, тоже пока непонятно. Но мы в любом случае его посмотрим и изучим. И для тех, кто хотелось бы еще немножко сказать, легкое отступление. Для тех, кто не совсем понимает, чем я сейчас занимаюсь. Ребятки, я, как и сказал в самом первом своем видео, когда только начинал играть в эту игру, что я сначала хочу полностью изучить эту игру. То есть, вдоль и поперек. Чтобы я не сидел на стриме и часами тупил, как создать какое-нибудь оружие. И гадать, а какое оно прочнее или нет. То есть, это просто трата время впустую для меня лично. Я сначала полностью хочу изучить всю механику, чтобы уже понимать, как она работает. Я, по большому счету, делаю такую серию гайдов. Чтобы я потом, если честно даже, я ее делаю больше для себя. Потому что я теперь в любой момент могу открыть, допустим, самое топовое оружие. Открываю, смотрю иерархию оружия, какой урон, что из чего делается. И я уже понимаю, когда буду играть, к чему мне стремиться. И в первую очередь, что прокачивать, какие очки на что тратить. То есть, так мне намного легче и проще. Или, допустим, по тем же богам. Я сразу открыл, посмотрел, какой алтарь из чего делается. Какие ресурсы надо, на какой упор. К какому богу мне стремиться лучше. То есть, это, мне кажется, сэкономит кучу времени для всех. А потом уже можно насладиться игрой в полной мере. И уже со знанием дела, так сказать, приступить. И к пвп режиму, и к пве, и все что угодно. Мне кажется, это намного лучше, потому что масса ютуберов, которые просто играют, да. Но я решил сделать вот такие типа гайды. И прикол в том, что даже те, кто играет, просто развивается. Они даже уже некоторые смотрят то, что я заснял. И потом используют это в своих видео. Потому что это лучше, когда ты знаешь, что сразу делать. Ну, в принципе, все, ребятки. С вами был Флэш. Как всегда, увидимся в следующем видео. Следующий бок Йока. А дальше пойдет уже рабовладение полностью. Всю тему раскрою, что на что влияет. Ну, и там оставшиеся строительства. И там уже посмотрим. Все, ребят, с вами был Флэш. Увидимся в следующем видео.